Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на Пахру и попробуем сегодня здесь поездить по разным участкам на реке Пахра и покидаем подводную камеру, поснимаем, что у нас там сейчас творится под водой. Если там рыба, если она есть, то какая рыба, посмотрим, какая сейчас ситуация на реке. Сейчас находимся в районе села Ям, это будет наша первая точка, где мы забросим камеру и поснимаем, значит, что у нас происходит под водой. Сейчас мы уже подходим, народу никого нету. Вот, и сейчас по берегу пройдемся, выберем место, где можно будет забросить камеру. Ну, как обычно, свинарник. Непонятно, конечно, какая тут вода, не видно, мутная, не мутная, возможно, видно даже не будет. Но все равно попробовать стоит, раз мы же приехали. Сейчас забросим камеру и посмотрим, что у нас она наснимает. Ладно, давайте раскладываться. Итак, я вот так вот сделал апгрейд, можно сказать, бокса, в котором находится камера. Снизу такой грузик 15 грамм, а сверху поплывок. То есть, когда и все так отмерено, что когда забрасываешь, она медленно опускается на дно. И когда грузиком на дно становится, то уже все. И так ровно стоит на дне. Сейчас эту конструкцию забросим в воду и посмотрим, что она интересного наснимает. Так, включаем. Ну все, камера уже пишет. Мы приступаем к нашему эксперименту. И буду здесь метров 5-10 от берега. Ну все, я думаю, минут 10 поснимает. И потом поменяем место. Ну все, камеру мы забросили. Минут 10 пусть она там постоит, поснимает. И потом вот поменяем место. Там очень интересное место. Я вижу на границе кувшинок и ряски. Туда попробуем забросить. Там, думаю, рыба должна, по идее, быть, если она есть здесь. В общем, не знаю, что получится из этого эксперимента. Но в любом случае, мы уже для себя поймем, есть ли здесь рыба осталась или нет. Так вот отсюда мы и забросим. Вот такой вот заброс хороший получился прямо на границе кувшинок. Посмотрим, что там наша камера наснимает. Друзья, прогуливался здесь по берегу. Смотрите, что нашел. Здесь такая вот труба лежит в овраге. И кто-то ее уже пытался отсюда выкопать. Видим, подкапывали вот с этой стороны. И здесь прокапывали сверху. Смотрели, насколько она длинная. Но, видимо, ничего у них не получилось. По-хорошему, конечно, здесь вот здесь надо выкопать вот это место, обкопать, поставить туда площадку и хайджеком ее попробовать приподнять. Такая труба увесистая, хорошая. Но, с другой стороны, как ее потом отсюда вывозите на легковушке, не получится. Нужно будет ее прямо резать здесь на две части. Ладно, посмотрим, что здесь будет с этой трубой со временем. Я думаю, сюда мы еще вернемся. И не раз кто-нибудь ее точно сопрет отсюда. Вот увидите. Здесь вот на новом месте, вот на границе вон тех кувшинок. И вот мы видим небольшие плотвички с интересом проплывают мимо камеры. Отлично. Рыба в этом месте есть. Друзья, ну что, мы спустились гораздо ниже по течению, по Пахре. Здесь находимся сейчас ниже плотины Новлинской. Автомобильный мост Портовский на аэропорт Домодедово. Вот в этом районе мы находимся. Сейчас здесь попробуем тоже забросить камеру и поснимать под водой, посмотреть, какая ситуация у нас с рыбой. Под водой. Сможем ли мы что-нибудь увидеть? Смотрим. А тут мы видим, что почти у самой поверхности воды кормится стайка карасиков рядом с водорослями. Видите, караси есть, караси остались. Но они совсем небольшие. Возможно, это только вот первый молодняк от нерестившихся карасей. Посмотрим, что будет дальше. Камера медленно опускается на дно, цепляясь за водоросли. И мы наблюдаем, что рыбка плавает перед камерой. Ее отлично видно, это небольшие карасики. Думаю, сейчас нужно будет передвинуться в район Павловского. Села Павловского. Там попробуем поснимать. И заодно по пути в Белиутово заедем. Там тоже посмотрим, что за обстановка на реке. Так, мы приехали в район Белиутово. На Пахру вот сюда. Ну, это место уже такое, может, всем известное, кто на Пахре ловит. Насиженное. Вот здесь я тоже в прошлый раз снимал свое видео с Пахры, где я эхолот здесь забрасывал. И смотрели мы с вами наличие рыбы. Кстати, заметьте, здесь вода гораздо чище, чем вот ниже по течению. В общем, здесь, смотрите, здесь яма идет по руслу. Где-то 6,5 на 4 метра где-то вот выход идет. А тут начинается и вот здесь вот заканчивается. Вот. Сейчас покидаем здесь камеру, забросим в само русло, прямо на середину в яму. И потом уже ближе к берегу. Я вот, кстати, вот видел, сейчас рыба плеснулась. Думаю, рыба точно должна быть. Так что, сейчас пробуем. Вот, смотрите, здесь у нас что-то есть. Это послание тем, кто любит мусорить. Ладно, ребят, давайте раскладываемся сейчас и побросаем нашу камеру, поснимаем под водой. Ну что, все, разложились так быстро. Камеру я уже включил. Сейчас забросим на середочку. Поглубже где. Ну а в районе Белевутова мы забросили камеру в самую яму и она оказалась настолько темной, что мы ничего и не сможем увидеть. На дне совершенно кромешная тьма. После я перетащил камеру чуть поближе, но она неудачно приводнилась и мы видим только совсем краешек водной акватории и многочисленных улиток, ползающих по дну. Друзья, ну что, мы закончили здесь снимать. Сейчас поедем в Павловское, там немножко поснимаем. Я, честно сказать, пока не знаю. Наснимали мы рыбу, не наснимали, проплыла, не проплыла, видно, не видно. Но, думаю, рыба должна быть. В любом случае уже пора. Пора уже рыбке восстанавливаться. Едем в Павловское. Друзья, ну вот, мы и добрались и до Павловского. Вот такая вот здесь река. Здесь, честно сказать, рельефа не знаю. В общем, будем сейчас забрасывать камеру. Также на середину. Потом вот сюда у кромки травы попробуем. Посмотреть, что она там наснимает. Ладно, забрасываем. Редактор субтитров А.Семкин. Ну а в Павловском только со второго заброса удалось заснять небольшую стайку платвы, проплывающую мимо камеры. Друзья, ну вот мы и закончили, значит, наш сегодняшний день, наш сегодняшний эксперимент со съемкой под водой на реке Пахара. Посмотрим, как рыба здесь восстановилась. Сейчас приедем домой, посмотрим, значит, записи с камеры. Я пока не могу сказать. Ну, скорее всего, рыбку какую-нибудь мы и засняли, может быть. Ну, а если и нет, все равно, как бы, рыба есть. Рыба плескается, это видно. Рыба потихоньку восстанавливается. И скоро можно будет здесь успешно рыбачить. И самое главное, что нужно делать при этом, это, ребята, отпускать всю рыбу. Отпускать рыбу, чтобы она дальше росла, размножалась и оставляла потомство для наших детей, чтобы они тоже могли потом наслаждаться рыбалкой и все такое. Ладно, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok